здравствуйте друзья и гости нашего канала family hobby приглашаю вас в наш сад и в этом видео мы посмотрим как перезимовали наши розы сделаем грандиозную обрезку нашей любимой плетистой розы pierde ranzar пострижем лаванду но не так как обычно в общем все увидите это плетистая роза pierde ranzar за последние 7 лет она превратилась просто огромное розовое дерево ну то есть морозов как таковых сильных таких низких не было и мы ее особо не укрывали поэтому не выпиливали толстые такие уже древовидные стебли которые не пригибаются превратилась в мощное растение мы уже сняли укрытие вот так она зимовала разложена была на две части и прикрыта была картоном плотный картон сверху картона немножко было положено еще пленка для того чтобы картон не раскисал вы часто в комментариях задаете нам вопросы в обзорах сада такие традиционные вопросы вопросы о розах насколько длительное цветение если повторное цветение насколько устойчивы цветы ветер дождь устойчивость к болезням друзья я в адрес этой розы мне только самые лучшие слова и комплименты это достойный сорт недаром несколько лет подряд по продажам мировым продажам этот сорт был первым еще называют романтическая роза ну она просто очаровательно конечно и вот в таком ну когда сохраняется естественно большое количество стеблей ветвей она цветет просто каскадом этой осенью выпилил две вот такие толстые ветви они совершенно не пригибались есть еще несколько таких толстых свалу которые я не выпилил и они конечно же лопнули я особо ни на что не надеялся то есть пригнул так ну конечно же они не перезимовали вот так они лопнули мы их сейчас выпили вот эти зелененькие такие веточки вот такие они пойдут на замещение на цвете будут цвести в этом году я надеюсь они неплохие вот эта правая часть вот по моему она неплохо сохранилась ну кое-что кое-где есть конечно ожоги есть растрескивание это мы все по убираем ну например вот эта веточка видите она с такими черными поражениями вот выбирать здесь нечего и нужно быть целиком удалить ну целиком вместе с вот этим пеньком очень такое простое правило чем чаще ну то есть каждую осень до имеется в виду чем систематичнее скажем так мы выпиливаем толстые ветви не жалеем тем щедро роза наращивает молодые зеленые побеги которые засветут в следующем году ну что поделаешь конечно хотелось бы сохранить все но при этом растение стареет и неохотно выпускает молодую поросли я сейчас удалил все толстые ветви которые были в основании лопнутые то есть когда их повторюсь по пригибал осенью они еще были пластичными и в общем-то в прошлые зимы они неплохо перезимовали так как были температуры низкие они лопнули вот не стоит этому огорчаться еще расскажу растение нужно обновляться как бы нам не хотелось это форма но произрастания роз разведения роз выращивание роз в нашем саду да то есть без обрезки совершенно без выпиливания толстых побегов это не не наша форма это не наш метод потому что рано или поздно раз 8 лет придут морозы и нам придется омолодить куст и это неплохо это хорошо это вот у растений есть такая замечательная способность благодаря обрезке омолаживаться и растение может расти много-много лет к сожалению людей такой вот такая возможность отсутствуют годы берут свое вот этот по обратите внимание вот этот пучок видите вот эта часть растения она вся неплохо сохранилась то есть там нет в основании трещин и здесь нет практически но я повырезаю потому что точечно инфекционных ожогов и обморожение ну например в виде это чернота конечно это вырежу может быть этот побег я вот так наполовину обрежу ну то есть еще нужно будет по выбирать но однозначно вот эту длину я не буду все поднимать и вот эту верхнюю часть я обрежу вот так обрежу основание куста то есть все что вот это внутри нужно тоже очень хорошо будет почистить то есть вот эти вот все старенькие побеги вот этот пень возможно я считал вообще вот так подпилю тут можно все хорошо вычистить чтоб была чистота так как есть побеги слабые пострадавшие которые превратятся просто в пеньки но они не дадут там никакого продолжения есть просто сухое все вырезаем вычищаем что было хорошее проветривание 5-метровая удочка очень неплохо сохранилась по-моему она чистенькая на ней нет никаких повреждений коры конечно такое оставлять я ее не буду я ее укорочу ну вот так на свой рост укорочу ну нет смысла так как цветение будет там наверху здесь нет поэтому конечно нужно прищипы макушечку укоротить вот так где-то столько оставить и желательно ее не вертикально закреплять да а если у вас есть возможность где по диагонали или вообще горизонтально тогда каждая почка пойдет цветущим побегом если же мы ее вертикально закрепим да то есть она будет сформирует свой буквами сформируется букет где-то на макушке а если побег вот так мы закрепляем по диагонали или ну горизонтально горизонтально то каждая почка нам даст цветущий букетик обрезку розочки я закончил подвязал ее к опоре и вот теперь действительно можно посмотреть что от нее осталось так как всегда когда начинаешь обрезать не все видно и в процессе еще очень многие обнаруживаются повреждения вот несколько таких молодых побегов такой и я укоротил посмотрите вверх тут такой был ветвистый такой прошлогодний наверное может быть даже позы прошлогодний вверх я это тоже все укоротил подрезал вот эти 5 метров это 5 метровая была здесь подрезал вот такая она стала этого достаточно что я вам скажу лишний раз сам убеждаюсь в этом что смысла укрывать гнуть большие ветви побеги целые деревья нет никакого зимой это неплохо лопаются растрескиваются и в итоге весной мы все равно вот делаем такую обрезку и оставляем совсем небольшое количество прошлогодних это считаются молодые ветви на этом все все работы с этой розой закончены теперь осталось только побрызок как и все розы под ней стихийно не запланировано было посеяно гвоздика в этом году она должна зацвести очень красивая как на пакетике было нарисовано посмотрим не всегда фотография на пакетике соответствует так а это куча тех самых веток которые я обрезал с розы вот так я упаковываю связываю и выкидываю не полю потому что полить негде весь участок представляет собой сад вот везде что-то растет и совершенно негде разжигать этот костер да и не люблю я теперь давайте я вам покажу как перезимовали другие розочки я их уже пораскрывал посмотрите то что было прикрыто в этом году я не прикрывал агро волокном а прикрывал подложкой под ламинат такая пенка вот то что было прикрыто этой пенкой вот зелененькая неплохо сохранилась конечно там где не было не были побеги чем-то прикрыты они все почернели это golden celebration и пьер дорансар им уже по 15 лет поэтому нужно было в куст омолодить потому что очень многие веточки тоже состарились невозможно его было пригнуть ну вот такое количество осталось до наш персик самый персик который я пересаживал осенью тоже там нас большая переделка была нужно было это взрослая была мы делали еще один цветник ну еще не доделали будем продолжать этой весной это персик нужно было пересадить все переживали как же он примется он замечательно он принялся все хорошо я там показываю его пересадку полностью так это александра of kent тоже она была прикрыта и неплохо сохранилась вот под агро тканью агроволокном кстати некоторые розы почернели видимо недостаточно было это вода чайно-гибридные розы которые не были окучены укрыты они конечно же почернели на пень но вы знаете такое уже бывало и каждый каждая из этих розочек пробуждает там внутренние почки и отрастает нормально даже после после вот такого поражения что ей можно сделать но все что и можно сделать как и все розы обработать удобрить то есть можно азотным удобрением можно как я делаю это органикой то есть навоз перепревший навоз не знаю какие были другие еще манипуляции для оживления мне кажется не уже нет смысла применять это роза эмма гамильтон она по-моему неплохо сохранилась есть конечно частичные такие странные потемнения но я вот только подстрих макушки удалять пока ничего не буду но пару побегов вырезал посмотрим как она будет оживать jubilee celebration это английская роза и августа луиза знаете я как-то не могу до сих пор понять напишите мне кто знаком с роза августа луиза это чайная гибридная роза или это все-таки шарабик вот она так неплохо растет у нас шарабиком а почему-то я сохраняем да с таким кустом также они были прикрыты вот эти розы были они не были окучены в основании землей полностью были такой лентой закрыты под этой вот пенкой подложкой под ламинат сантиметр толщиной да вот она что вам про него говорю вот этой вот пенкой были прикрыты точно такая же толщина и там еще фольга тоже было внутри ну специально мы не задумывались об этом просто она у нас была мы ее покупаем для упаковок вот поэтому и прикрыли результат очень неплохой прудик всегда зимует с водой то есть это вода которая была в прошлом году и талы снег без воды его нельзя оставлять иначе это мембрана пленка это она просто испортится нужно подчищать все почвопокровные растения вокруг прудика также такой можжевельник купили с желтыми желто-зелеными такими хвоей и вот это наша тут караниту посадили вот эта клумбочка за прудиком такая да вот здесь у нас все в розах роза на розе и даже очень густовато вот это я все обрезал смотрите только оставил один куст показать это бургунд 81 вот такой он высоченный уже как просто шраб роз в прошлом году в прошлом году я не сделал низкую обрезку и он очень хорошо сохранился но вот видите вот этот стебель вот так это стебель прошлого года вот так он сохранился вот вот это вот уже отрасли таки такой высоты розы они были очень высокие честно говоря мне это они конечно красиво отцвели но мне это не очень нравилось как-то хотелось компактнее все я хочу здесь розы растут лаваглюд они так тоже изрядно у них подмерз вверх но они там внизу зеленые такие розы знаете бордюрные лаваглюд он неубиваемый вот хочу кое-что тут отсадить оставить несколько лаваглюд of один отсажу здесь вот это особо освобожу эту полянку останется пожалуй вот этот бургунд останется и там еще одна роза останется в эту по эту полянку освобожу там так тоже здесь розы но чайной гибридные и хочу посадить здесь такую композицию из можжевельников и хвойных ну то есть растения которые будут декоративные более длительный сезон так как вот эта часть она у нас такая знаете всегда видно получается там за прудиком я так себе представил пусть розы вот эти старейшие на что называется до остаются тут лаваглютик остается а здесь будем создавать у нас уже куплены растения будем придумывать какую-то такую композицию клумбу которая вот декоративно более длительный период вот такое чтобы сочеталось с нашим прудиком камушками лавандочка перезимовала отлично ну в общем куда как всегда и вы знаете в этом году я не буду делать короткую обрезку почему но во первых кусты уже достигли своего такого знаете определенного возраста и уровня то есть задача прежних лет обрезки до прежней обрезки была формировка куста кусты сформировались то есть они растут не в один хлыстик не в одну лозинку они пышненькие и я только вот подкорректирую ей подровняю что называется челку немножко вот эти побеги которые стороны торчат их подрежу это чисто для для эстетики чтобы был красивый бордюрчик ровненький в этом году мы не пропустим обрезку вот посмотрим эффект ну так вот мы ощущаем кстати света декунова у себя в саду тоже свою центральную при входе клумбу свой лавандовый бордюр тоже стричь не будет но опять же вам скажу что это делается на каком-то определенном при достижении определенного возраста вот такая она внутри и вы знаете у нее вот там ниже внизу есть такие довольно таки толстые основательные побеги просто мы подымали немножко уровень клумбы уровень газона я подсыпался пропель и присыпал как бы заглубил основание на самом деле у нее основание такой довольно таки уже древовидное а а и а и и и и и и вот таким образом я подровнял лавандовый бордюр и в этом году этого будет достаточно но в прошлые года я обрезал очень низко и очень коротко для того чтобы сформировались сформировался хороший кустик каждый кустик прежде чем соединился вот в эту линию должен был раскуститься хорошо опустить разветвление это возможно только при короткой обрезке есть видео о обрезке прошлого года посмотрите обязательно если у вас молодая лаванда это нужно знать также ссылочка на видео весенняя остришка лаванды будет в конце этого видео друзья всем хорошего весеннего настроения будьте здоровы и до новых скорых встреч на нашем канале м м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok